С благодарностью всех приветствую на моем канале Atamon of Life. Сегодня начинается 27-й влог, 27-й день, когда я уже каждый день снимаю о своей жизни в Германии. Еще остается 3 влога. Как я вам говорил, изначально будет произведена съемка 30 влогов, ну а потом будут обычные видео 2 раза в неделю. Так что сегодняшний 27-й день и 27-й влог мы с вами начинаем. Я как я первоначально вышел из квартиры, мне показалось, что на улице прохладно. Я решил пойти переодеться. И правильно сделал, что переоделся. На улице действительно прохладно, всего лишь 10 градусов. Да, погода у нас меняется. Если я вчера ехал в легкой кофте и мне было комфортно, даже немножко жарко, то сегодня я одел более теплую куртку. Сейчас еду на спиде, мне холодно, даже мерзнут руки. Почему я понял это? Когда я еще утром встал, я посмотрел в окно балкона и увидел, что ветер поменялся. У нас, так как перед домом стоит бассейн, это такой ориентир. Если меняется направление ветра, то есть я вижу, что сегодня северный ветер начинает дуть, то значит прохладно на улице. Я посмотрел на завтра погоду, завтра действительно будет всего лишь плюс 15 днем. Сегодня еще будет до 20 днем, а завтра всего лишь плюс 15. И ночью там что-то будет 8-10 градусов. Осень. Пару дней тепло было, уже хорошо. А я сейчас уже приехал на вокзал и буду ждать свой поезд. У меня осталось ждать еще 4 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok Прихожу я на работу и у нас в мужской раздевалке вижу такую картину. Кто-то вчера решил попить пивка немного, видимо забыл убрать. Так, сейчас я уже нахожусь в городе Апольдо и сейчас у меня будет спорт. То есть я решил поменять опять график своего спорта. Почему? Потому что следующие 2 недели я буду работать именно по такому графику. То есть с 8 до 16 часов. И поэтому график посещения фитнес-зала я тоже решил изменить. Сразу после работы буду заходить в спортзал, заниматься и уже потом спокойно находиться дома и пораньше ложиться спать. А как я рано стою. И последние дни показали то, что если поздно ложиться спать, то полностью устаешь. И как бы даже сегодня я немножечко уставший. Но сегодня меняем опять график. Надеюсь на 2 недели он останется таким же. И не поменяется мой рабочий график. Итак, все. Закончил я свою тренировку в фитнес-зале. Прошел час, даже немножко больше. Плюс я еще сходил, закупился в магазин Kaufland. И сейчас я направляюсь домой. Так как я сегодня был на работе, я сегодня еще ничего не ел вообще. Это, конечно, плохо. В том смысле, что я сейчас один раз поем всего лишь, да? Так что нужно домой есть. Травы себе закупил, которые буду питаться. И буду сидеть монтировать видео. В этом есть одно видео для монтажа. И потом мы еще с вами дома поговорим, как прошел мой сегодняшний день. Итак, мы сейчас с Глебом идем в магазин. В очередной раз я уже ходил, закупился, но купил только травы для себя, чтобы поесть. А сейчас мы идем за водой. Что? Ничего. А, Глеб, что-то сказал, непонятно, что-то сказал. И нормальную еду для Глеба и Инны нужно купить. Потому что они не едят травку, которой я питаюсь. Да? Угу. Угу. Сейчас идем сюда к нам в магазин Норма. Итак, если честно, друзья, у нас сейчас времени уже довольно-таки много. Половина двенадцатого. И я хочу на сегодня закончить влог. Но немного перед этим расскажу, как прошел мой сегодняшний день. Мой день прошел немного лучше, чем вчера. Если я вчера целый день был зрителем на своем рабочем месте и наблюдал, как работает моя коллега, то сегодня я уже включался в рабочий процесс. Мне давали какие-то задания. Давали делать онлайн контроли. Точнее, те, кто заказывает онлайн, нужно было дополнительно контролировать весь этот процесс. Правильно ли там все написано. И то есть время уже шло намного быстрее, чем вчера. Вчера я сидел, просто долго-долго ждал. Сегодня уже было все быстрее. И завтра мне дадут еще больше влиться в рабочий процесс. То есть сегодня это было первоначальное влитие в рабочий процесс. Завтра еще больше. Я сегодня работал с другой коллегой, который более опытный, который прям показывал, как все это действует, как это все работает. В системе ProTel называется она. Мне это было классно. Это было супер. Я узнаю для себя очень и очень многого для того, чтобы в дальнейшем работать в отеле. То есть это независимо будет либо этот отель в Бадзульце, либо какой-то другой отель. Везде, практически везде стоит эта система установлена в компьютере и называется ProTel. И там нас как раз меня сейчас, в данный момент, учат, как нужно правильно работать. Если на рецепшене я был, я уже знаю, как там работать на рецепшене в этой программе ProTel. То на таком отделе, как резервировка, я еще не был. И меня сейчас учат, как нужно правильно резервировать комнаты, если гость позвонил и хочет это сделать. В Германии многие пользуются этой услугой. Поэтому есть во многих отелях, а точнее практически, может быть, во всех отелях, такой отдел, который называется резервирунг. Так как немцы, они более консервативны. И они любят, очень любят поговорить по телефону, позвонить по телефону. Особенно люди пожилого возраста. Сегодня у нас был максимальный разговор с будущими нашими гостями отель. Когда они беседовали в течение 35 минут. То есть это было бронирование резервируемой комнаты. И он проходил в течение 35 минут. Там уже моя коллега, которая беседовала с этой женщиной, она говорит, я уже не могу. Все, когда же она закончится? Она по тысячу раз спросила одно и то же. Но это была пожилая женщина, поэтому ей простительно. Но они очень-очень любят это делать. Так что я узнаю очень много новой информации. И это классно, это супер. И да, не забываем, если вам это видео понравилось, как всегда, ставим лайки. Подписываемся на мой канал AtamanFlife. Я с благодарностью говорю вам за то, что вы смотрите мои видео. Что делитесь моими видео. Встретимся мы завтра в новом 28-м влоге. И всем безбальд. Чус! Субтитры сделал DimaTorzok